Китайские инженеры Их новейший опыт это крупнейший проект моста Синган-Джухай-Аумень Мост Синган-Джухай-Аумень Самый длинный в мире морской мост Проектный срок эксплуатации 120 лет Кроме того, этот мост станет символом тесной связи между тремя местами в рамках политики одно государство, два строя Это не просто географическое связывание трех мест Он может соединить наши мысли, чувства, включая все преимущества, созданные нами за все эти годы Неужели строители этого передового в мире суперпроекта черпали вдохновение из древних мостостроительных технологий Китая? Наши предки строили мосты и на Янзи, и даже на Хуанхэ Тогда на западе, возможно, не было понимания и технологий в этой области Крупный проект означает технологические вызовы, которые невозможно представить Во время проектирования моста в Китае еще не было стандартов нержавеющей арматуры Поэтому мы применили английские стандарты Благодаря огромным успехам китайские инженеры получили колоссальные духовные и технологические богатства Это уникально Наследуются методы Методы мышления Строительство искусственных островов к востоку от моста Синган-Жухай-Аумэнь Начало строительства означает, что строительство моста Синган-Жухай-Аумэнь вступает в новую стадию В 2009 году в дельте реки Джузян на юге Китая инженеры начали строить самый передовой проект Самый длинный морской мост в мире Мост через морской залив Линдиньян Общая длина моста 55 километров, включая 22,9 километра главной стальной конструкции Четыре искусственных острова и 6,7 километра самого длинного и самого глубокого морского тоннеля из отпускных секций Который находится на глубине более 40 метров под водой Когда мы в самом начале выбрали этот проект, таких строительных технологий и оборудования не было Предшественники так не делали Вот как мост позади меня Раньше нам казалось, что он был собран по частям Но сейчас мы делаем колонну на заводе А потом поднимаем ее на подъемном кране Сейчас кажется, что все это очень просто Но 8 лет назад в нашей стране, включая нашу отрасль, не было такого технологического уровня, не было такого оборудования На всю конструкцию моста Сянган-Джухая-Умэнь в море ушло около 400 тысяч тонн стали Это столько же, сколько потребовалось бы для 60 эйфелевых башен Из них самая длинная коробчатая балка 132,6 метра длиной Все они собраны в Джуншане, провинции Гуандун А потом переправлены морем на строительную площадку на расстоянии 40 километров Эта балка коробчатого сечения уже готова То есть сборка закончена После того, как финальные восстановительные работы будут завершены, балка будет переведена на красильный завод Мы сейчас делаем последнее покрытие Они уже приняли Посмотрю, как у них качество работы Мы сейчас находимся на месте общей сборки Здесь полируют, так? То есть наша балка из модуля превращается в такую коробчатую конструкцию Одна часть за одной Потом мы свариваем ее в цельный блок Потом из маленьких отрезков делаем большую секцию На мосту мы проводим мониторинг в течение всего цикла То есть от панелей до цельной конструкции Мы мониторим весь процесс сборки Сейчас мы спускаемся в зону хранения Ждем отправки А потом проводим навесную сборку Этот мост через море, соединяющийся Нган, Джухай и Аумень Должен выдерживать 16-бальный тайфун и землетрясение силой 8 баллов Не должен влиять на судоходство И не должен мешать взлету и посадке самолетов В международных аэропортах Сингана и Ауменя Поэтому в проектировании, материалах и строительстве моста Сделаны огромные инновации и прорывы А повышение всех этих стандартов Нужно для обеспечения проектного срока эксплуатации не менее 120 лет До этого проектный срок эксплуатации китайских крупных мостов не превышал 100 лет Чтобы решить эту технологическую задачу Сделано в Китае пошло по совершенно новому пути Воплощающему в себе китайские стандарты Обсуждения по поводу строительства моста через залив Линдиньян Пошли еще в 1983 году А для строителей миссия Это не просто превратить мечту в современное инженерное чудо Его транспортная функция Это только самая фундаментальная часть проектирования А культура его строительства и цели Другая, более высокая миссия Мост Синган-Джухайяумэнь пересекает районы политики «Одно государство, два строя» Такого нет в мире Возможно, в прошлом мы строили трансграничные мосты Но мост, пересекающий три места В рамках политики «Одно государство, два строя» Первый в мире Этот мост представляет собой комбинацию моста, острова и тоннеля Но мы придали ему еще одну культуру Культуру прекрасного сочетания Мост Синган-Джухайяумэнь, который начинается от Джухая Состоит из четырех туннелей Четырех искусственных островов и еще более 40 километров моста Поэтому эти несколько городов, острова, а также туннели и мосты Нанизаны как жемчужины на серебряную нить Нанизывание жемчугов на серебряную нить Вот такой поэтизированный дизайн нужен не только для эстетики Но и чтобы решить технические сложности моста В нем также проявляется аллегория традиционной культуры Китая Прекрасное сочетание Которое символизирует тесное соединение Оар Синган и Оар Аумэнь С континентальной частью Китая Поскольку мост Синган-Джухайяумэнь является символом концепции Одно государство, два строя На него возлагаются большие надежды Когда в декабре 2009 года началось строительство моста Строители трезво осознали, что путь будет непрост Длина основной части моста составляет 22,9 километра Из-за требований водоизоляции в устье Джудзяна Длина пролета моста должна быть максимально большой А для противостояния землетрясением Верхняя конструкция должна быть максимально легкой Если использовать часто встречающиеся бетонные конструкции Это требование удовлетворить очень сложно Чтобы решить эту проблему Инженеры решили использовать более легкую И более мощную стальную конструкцию Но была и другая трудность Мостовая опора будет постоянно находиться В коррозийной морской среде Чтобы обеспечить 120-летний срок эксплуатации Инженеры должны найти стальные материалы С более хорошими антикоррозийными характеристиками Поэтому они прибыли на сталелитейный завод В Северном Китае Это передовое предприятие На котором производят нержавеющую сталь Сегодня мы прибыли на Тайюаньский металлургический комбинат Который производит нержавеющую арматуру Основное внимание будет уделено трем моментам Во-первых, посмотреть нормально ли идет производство Во-вторых, посмотреть на готовую арматуру Соответствует ли она технологическим требованиям В-третьих, когда мост будет закончен Мы хотим сделать комплекс китайских технических стандартов Мы сейчас проводим один научно-исследовательский проект Нужно посмотреть, как идет работа Тайюаньский металлургический комбинат Первое предприятие в Китае, которое произвело нержавеющую сталь А также один из передовых производителей нержавеющей стали в мире Его годовая производственная мощность 12 миллионов тонн стали Из них 4,5 миллиона тонн нержавеющей стали Даже при этом предоставление стали для моста Синган-Джухай-Аумэнь Стало большим вызовом Для строительства моста действительно высокие требования к качеству материалов Во-первых, для нас это новый продукт Потому что этот продукт будет впервые масштабно использовать Китай Во-вторых, более особенно то, что это новый проект Поэтому у Китая нет соответствующих стандартов И так нужно применять иностранные стандарты В этот раз мы используем английские Хотя традиционно выпускающая нержавеющая сталь не поддается коррозии Ее небезопасно использовать в морской среде с низким содержанием кислорода и высокой соленостью А мост Синган-Джухай-Аумэнь как раз находится в такой среде Инженеры обратили взор на двухфазную нержавеющую арматуру Прочность такой стали намного выше Но ранее ее только импортировали Цена очень высокая Тайюаньский металлургический комбинат не испугался трудностей Разработанная им двухфазная нержавеющая арматура Использована на несущей плите, пилоне, опоре и других частях моста Общей массой 8200 тонн Это первое массовое использование двухфазной нержавеющей арматуры В истории мостостроения Китая Прочность на разрыв вот этой двухфазной арматуры 40 тонн 40 тонн это сила тяги более 20 легковых машин Будучи китайским производителем двухфазной нержавеющей арматуры Чтобы обеспечить признание продукции в мире ТНК несколько лет назад отправил арматуру на экспертизу за границу И получил международную аттестацию На самом деле с точки зрения исследований и разработок У нас уже давно есть такие возможности Но вы знаете, для нашего предприятия Явным знаком перехода от плановой экономики к рыночной Стало производство на заказ А не как-то по-другому Технологические прорывы для строительства мостов Не ограничиваются самостоятельной разработкой И повышением стандартов использованной нержавеющей арматуры Получено более тысячи патентов в области строительства мостов Искусственных островов и тоннелей Достигнут мировой уровень Наша конечная цель превзойти уровень дорог и мостов через море Когда-либо построенных в нашей стране Нужно сказать, что в процессе развития Мы снова наследуем прошлый инженерный опыт Успешный опыт А также успешные технологии Зрелые технологии, надежные технологии Но еще есть пространство для развития В процессе строительства моста Сянган-Джухая-Умэнь Развивается не только инженерная область Китая Отсюда видно, что мост несколько раз заворачивает Положение моста зафиксировано Будь то от Джухая до Сянгана или от Аумэня до Сянгана Почему мост не прямой? Возможно, кажется, что так было бы короче Но из-за фарватера, когда проходят сюда Нужно, чтобы было перпендикулярно течению В реке только одно направление течения А в море в разных местах направление течения разное Чтобы создать прямой угол, нужно сделать поворот Поэтому получается вот такая кривая Очень даже красивая, посмотрите Если мост Сянган-Джухая-Умэнь Символизирует повышение уровня Внешнего дизайна мостов Китая Он без сомнения строится на глубокой базе Китайской мостовой культуры Китай – одна из стран мира Имеющих древнейшую историю мостостроения Одна из стран, где больше всего видов мостов Ведь в древнем Китае вдоль и поперек были бурные реки В Китае даже в отдаленных горных районах Есть след мостов, построенных из подручных материалов И достигших чудесного мастерства Фильм о состроении в Китае Кроме базовых работ включает в себя много техник А также вкладываемое значение Поэтому китайцы вкладывают в каждый мост Много культурного смысла и значения В городе Чао-Джоу провинции Гуандун В 500 километрах от моста Сянган-Жухай-Аумэнь Находится мост Гуанзи Наряду с мостами Чао-Джоу, Лоян и Лугоу Они составляют 4 больших древних моста Китая А мост Гуанзи Первый в мире старт-стопный мост Мост Гуанзи был построен в эпоху Южный Сун Затем стал узлом и торговым центром Объединяющим Гуандун с провинциями Фудзянь, Дзянси, Джидян и другими районами Его красота прошла через пространство и время Проявляя мудрость мостостроения китайцев Сохранившиеся до сегодняшнего дня Древние китайские мосты уже не годны Для строительства современных супердорог Развитие это вечная тема Этот беспрецедентный гигантский проект Привлек внимание местных жителей Мы заметили, что когда по мосту пустят движение От Аумыния до Сингана Можно будет добраться за 30 минут Мост дал огромный импульс экономике Джухая Включая экономику всей дельты реки Джудзян Мы считаем, что когда по мосту будет пущено движение Это сильно подтолкнет развитие рынка недвижимости Джухая Что касается окружающей среды Неизвестно, окажет ли это влияние на морской животный мир На самом деле в строительстве моста Уделяется внимание защите окружающей среды Оказывается особая забота редким видам животных Проживающих в этой акватории Четыре взрослых и три пары детенышей Смотри по парам Три пары мамы и детенышей А еще один отдельно В заливе Линдиньян Обитает примерно более двух тысяч китайских белых дельфинов Эти редкие животные Символ успешного возвращения Сингана в лоно родины В 2003 году акватория, где живут китайские белые дельфины Была включена в заповедную зону государственного уровня А мост Синган-Джухая-Умэнь Как раз проходит через заповедник Что ранее и вызывало внимание и споры масс Мостовое управление провело подробное обследование И сделало вывод, что мост может повлиять на морские организмы Поэтому в процессе строительства Нужно принять меры, чтобы снизить влияние к минимуму Таким образом гарантировать, чтобы после завершения строительства Популяция морских организмов быстро восстановилась Так были изданы всеобъемлющие инструкции Относительно различных этапов строительства Мост проходит через заповедник китайских белых дельфинов Мы провели исследование В процессе строительства нельзя использовать дизельный свайный молот Нельзя напрямую копать Нужно применять защитные мероприятия И нельзя позволять загрязняющим веществам распространяться Нельзя допускать колебаний Исполнение проекта не может обойтись без ответственной команды Они отвечают перед мостовым управлением Работа включает мониторинг всего заповедника То есть мониторинг строительства по проекту Реализуем ли мы защитные меры во время работы Во-вторых, ежедневные замеры То есть смотрят, насколько влияет каждый этап работы на белых дельфинов С этими данными можно проводить лучший контроль Лучше охранять Но по мнению команды безопасности И защиты окружающей среды Самое сложное Это изменить представление людей Поначалу мы прибыли на место для проверки Многие рабочие сказали нам Не думай, что мы не понимаем На самом деле Это все можно сделать только за границей Нам нужно было много времени Чтобы объяснить им Что это государственный заповедник На что нужно обратить внимание в работе Это перспективная рабочая команда Их рабочая модель сыграет образцовую роль Для осуществления будущих крупных проектов Китая Для этого требуется процесс С большой пандой тоже так Через пропаганду государства, правительства и на местах Благодаря большой работе был эффект Таких исследований все же не хватает Поэтому в Китае до настоящего времени Для развития экономики Нужно было строительство Но также мы можем заимствовать Лучший иностранный опыт Постепенно менять отношения Менять способ работы Использовать больше людских И материальных ресурсов Я думаю, что мы можем это сделать Введение концепции устойчивости среды В процесс строительства Одно из решений, которые предлагают строители В заливе Линдиньян В котором находится мост Ценган-Джухайо-Мэнь Часто возникают тайфуны Около двухсот дней в году Дуют сильные ветры силой в шесть баллов Еще более беспокоит инженеров то Что по заливу ежедневно Проходит более четырех тысяч судов В Сенганском аэропорту По соседству Частые авиарейсы Которые не останавливаются Ни днем, ни ночью В итоге в процессе строительства моста Очень много рисков Люди не могут не спрашивать Стоит ли вкладывать такие огромные средства В проект полный рисков Возможно, мы сможем найти ответ Из имеющихся международных примеров Население Нью-Йорка составляет 8,5 миллионов человек Это самый густонаселенный И самый оживленный мегаполис Америки Как регион Большой залив Гуандун-Сенган-Аумэнь Нью-Йорк поделился на пять разных административных районов Несколькими реками Направляющимися в Атлантический океан Однако ежегодный велосипедный марафон Вокруг города позволил нью-йоркцам В полной мере прочувствовать Единый Нью-Йорк Да, я здесь прожил шесть лет В целом, мосты очень важная часть Нью-Йорка Стоя под мостом и подняв голову Можно увидеть очертания моста в небе Очень красиво Знакомство с Нью-Йорком начинается с мостов Действительно очень красиво Площадь Нью-Йорка, включая акваторию Составляет около 1200 квадратных километров В городе 2000 больших и маленьких мостов Поэтому его называют городом мостов Эти мосты превратили Нью-Йорк В единое целое не только с географической точки зрения Нью-Йорк состоит из трех больших частей Лонг-Айленд, который включает Куинс, Бруклина и Манхэттен А еще Стэттен-Айленд Единственное место в Нью-Йорке не на острове, это Бронкс Чтобы соединить эти острова, конечно, нужно много мостов Наше инфраструктурное строительство должно идти в ногу с развитием и расширением Нью-Йорка Очень важно сохранять экономическую активность региона Я считаю, что то, что Нью-Йорк смог стать таким, какой он есть сегодня Неразрывно связано с этими мостами Это одна из причин Эти мосты соединили все части города Люди могут свободно передвигаться У каждого моста есть своя история Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok